Человечество до сих пор не сошлось во мнении, какой все-таки стране приписывать статус колыбели Наргеле. По одной версии, это местность американских индейцев, согласно другой, Кальян является изобретением кочевников Османской империи. Еще одна история гласит, что изобретенный в Индии, Кальян получил свой современный внешний вид в Турции и распространялся по всему мусульманскому мир. Остается лишь предполагать, какой народ и какую территорию благодарить за устройство, которое способно превратить время в медитацию и момент философствования. В наши дни кальянные стали ну уж очень популярны и обрели множество поклонников. Процесс курения Наргеле стал настоящим ритуалом при правильном его приготовлении, а также оброс множеством историй. Вот, например, турецкие султаны в период Османской империи использовали прибор для курения опиума, тогда как в сегодняшний день местные и туристы курят крепкий табак с насыщенным фруктовыми вкусами или едва заметными, постепенно раскрывающимися нотками. Наша семья также в числе фанатов кальяна и супруг даже немного в этом понимает, поэтому если вы, как и мы, хотите приобрести эту шейтан-машину для личного пользования себе домой, могу порекомендовать вам вот эту сеть магазинов, довольно уже известную во всей Турции. Во-первых, здесь работают профессионалы своего дела, которые подскажут вам и помогут выбрать наилучший вариант. Во-вторых, здесь довольно неплохой выбор и можно почувствовать себя прям как в парфюмерной лавке. Предлагаю вам сейчас пройти по магазинчику, посмотреть на ассортимент и на цены. Продолжение следует... Продолжение следует... Парочку лайфхаков вам от моего супруга при выборе кальяна. При покупке кальяна в первую очередь стоит обратить внимание на материал, из которого он выполнен. Лучше всего стальное или латунное производство, так как при контакте с водой не будет ни ржавчины, ни коррозии. Такой кальян вы можете использовать в течение длительного времени. Вы должны держаться подальше от хромированных кальянов. Следующий важный аспект это размер кальяна. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Маленькие кальяны, которые вы можете увидеть во многих магазинах, можно использовать только в декоративных целях. А кальяны, из которых могут курить одновременно много людей, вообще бесполезны. По словам супруга, при выборе кальяна в первую очередь следует отдавать предпочтение кальяну полностью изготовленному из стали, а уже потом учитывать отведение дыма и условия нагрева. Здесь так много разных плюшек, как вот, например, такие сипсипы, которые вы можете использовать при курении кальяна в общественном заведении и соображении личной гигиены. Да и вообще, на мой взгляд, они очень классные и стильные. Также после покупки не забывайтесь и позаботьтесь об очистке кальяна после каждого использования. Постоянное поддерживание его в чистоте предотвращает смешивание вкусов и его истирание, а также обеспечивает приятное использование кальяна. Кальян вам здесь упакуют таким образом, чтобы вы спокойно могли его перевезти в любое место и в любую страну. Что касается табака, в общих чертах существует три вида табака для кальяна – желтый, красный и черный. Соотношение никотина и термостойкость у всех разные. По этой причине следует выбирать чашу, подходящую для табака, который вы будете курить. Для темного табака следует отдавать предпочтение чашам, которые нагреваются быстрее. Так как табак желтого цвета, например, сгорает быстрее, поэтому следует отдавать предпочтение меньшим углям и насадкам более позднего нагрева. Потом буду отдавать предпочтение о том, что мы были в лечении, и многим zrobiем для подчинения, в качестве из сегарства «шиповы в лечении». Скорая мы смеем до него, в лечении этого появились мере. Что по-другому? Что мы измельсим, хирурганы. Что мы измельсим. У него очень много измельяки. В dennяне, они много такая же. Как говорит супруг, для русских обычно предпочтительно собак Блэксайд, потому что он дает более тяжелый дым. А из полого? Что же касаемо самого процесса раскуривания кальяна, именно вечером, в сумерках или при звездах, в Турции можно увидеть переполненные кофейни с ароматным дымком. Турки убеждены, процесс курения кальяна учит терпению, а само раскуривание в приятной компании или в одиночестве позволяет подумать о жизни и пообщаться на разные философские темы. В турецких кальянах преимущественно не подают алкоголь. В этой стране кальян курят с яблочным чаем или традиционным кофе по-турецки. Наргилес алкоголя может быть крайне неожиданным и неприятным. С кальяном турки чаще всего предпочитают беседу с друзьями, игру в нарды или домино, а также легкие закуски. Чтобы ничего не перебывало вкус кальяна. При выборе места всегда старайтесь смотреть на то, чтобы внутри было много местных. Так как там где местные, там будет вкусно и это заведение рассчитано на то, чтобы вы пришли повторно. В Антарии нашим любимым кафе, где можно покурить вкусный кальян, является кафе Пик в районе Лара, напротив торгового центра Тейра-Сити. Здесь будет идеальное соотношение цены и качества. И плюс, мой супруг убежден, что лучшие кальянщики родом из России и Украины. И здесь работают именно такие. Стоимость кальяна здесь варьируется от 120 до 200 лир. И плюс, как вы видели, здесь подают кофе по-турецки в очень забавных стаканчиках. Переходите скорее на аккаунт, где я делюсь советами и рассказываю о том, как мы живем за границей. И находите время делать себе приятности и не откладывайте встречи с друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!